Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре у нас сегодня 13.06.2022 год. Мы находимся в Джимате. Сегодня прогуляемся, посмотрим на гостевой проезд. Что здесь интересного есть? Как минимум снесли мостик, оставили только озерцо. Рыбок тоже не вижу, они потому что в прошлый потоп куда-то дисфетировались. Кто-то, наверное, поймал, где-то вкусно паял. Итак, рябиночка у нас здесь, арочная конструкция. Это формат нашего бывшего мэра Полякова, который хотел здесь сделать арочки. Отдельное будет видео про столовый номер 7. Ценники снял. Могу сказать сразу, что цены, в принципе, мне понравились. Салат, по-моему, 65 рублей стоит помидор-огурец. Допустим, больше стоит 65 рублей. И все очень красиво, все в шапочках. Ну, прям классно смотрелось. И теперь мы пойдем посмотрим, что у нас есть здесь. Это прям интересно. Работают магазины, кафе-заведения. Потому что с этим вопросом вообще не должно возникнуть. Пойдем посмотрим, что почем по фруктам и овощам. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, так, так. А можете рассказать, вот картошечка почем у вас? Картошечка 70 рублей. 70 рублей. Огурчики по 70. 175. Помидоры. 250. Души. 250. Нектарины. Клубника местная. А клубничка? 200 рублей. 200 рублей килограмм. А черешенка? Также 200. 200 рублей. Такие помидорки по 150 можно взять. И с желтым бочком самое вкусное тоже. 200? 250. 250. Отлично. В общем, арбузы в какую цену? Арбузы. Арбузы. Понял. И самый большой это кукуруз. 100 рублей, да? 100 рублей, да. Понял. Спасибо большое. Хорошая работа. Так. Вот так вот, друзья, можете увидеть, что уже запустились точки. Фрукты, овощи продают. Ну и пойдем на проход. Посмотрим, что здесь еще работает. О, выпечка разная есть. Пойдем к ней. Вот можете видеть прикрытая выпечка. Че, почем стоит. Сосисков с 10, по 70. Почему-то постоянно спрашивают. Прочнее, что у нас люди, которые поезжают, с сисками общаются. Опитаются и по 100 рублей, чебуречки краски. Здесь можете увидеть, что открылись уже некоторые ролеты. Время на часах у нас 8.40 утра. То есть, не думайте, что у нас тут как бы людей так мало и так далее. Просто с отрицать делаем первый обзор на гостевой проезд. Дальше потом посмотрим еще. Вон, с правой стороны есть еще одна столовая. Ребят, если вы где-то кушали, обязательно пишите отзывы. Свои, пускай, за прошлый год. А кто-то, может быть, уже в этом году успел приехать отдохнуть и попробовать разные вкусности везде. Вот видите, какие у нас все культурные. Доброе утро, говорят. Вот помидорки по 150, по 180, 250, персик, нектарин, 200 рублей, черешня и по 250, вот такая крупная черешня, 100 рублей, килограмм. Прямо написано. Вообще круто, слушайте, клубника по соточке. Здравствуйте, 180 рублей, есть килограмм и есть по 180 еще. Это, я думаю, также по 250. То есть, выбор большущий, разнообразный. Идем далее. Вот в базоводах от Динамо, смотрите, здесь поставили новые ролеты. За ними сделали парковку. Вот туда дальше на Динамо, я не знаю, оставили ли ли пароход или она как-то где-то с кем-то объединилась. Это Динамо 1, Динамо 2, вообще, вот не помню, как назвать. Но еще одно Динамо у нас впереди. Так что не путайте, что я сейчас что-нибудь расскажу. Ляпнули не то. Потом буду думать, что Юра вот сказал. Нет. То есть, вот эта территория именно, которая была посередине. В общем, товары есть. Ассортимент торговой ряды по крайней мере не работают сейчас все. Может быть, они откроются попозже. Сейчас еще ребята спят. Специи, креветки, пиво, одежда, холодная пенная, закуски. В общем, все есть. Работает. Это самое главное. Чего нам еще хотеть, чтобы по пути на море взять с собой охлаждающие напитки. Но, повторяю, ребят, берегите себя. Будьте внимательны. У вас с алкогольным опьянением в лучшем море не заходить. Вот так вот, ребята, смотрите. Здесь Динамо открыто. Работает. Ну, странно прям. Очень много торгов, площадей не запущено. Будем надеяться, что они просто еще спят. Потому что здесь обычно жизнь так кипела, что аж в момент не страшно становилось. Сейчас как-то пустоватенько. То есть, получается, чтобы очень сто точек не открылось. Вот здесь тоже какие-то ролеты открылись. То есть, а может быть, просто для такого сезона, как в этом году, слабенького, так скажем, пока. Будем надеяться на мощный, конечно, недостаточно. Вот вам даже, смотрите, столовая были. Неужели даже столовую не открыли? Это прям, ну, очень странно. Хотя здесь сделали помост. Прям сразу вход. Тут, да, не работает. Представьте себе. Хорошая столовая была. Часто заходил, показывал. Всегда там люди были. Вот такие дела. Вот такие дела, друзья. Друзья мои, чтобы понимали. Ну, а так все остальное вроде бы в доступе и в полном объеме. Ну, в общем, предложений не хватает. Сказать, что вот чего-то нету, это неправда. Потому что, в принципе, все есть. Он, по-моему, даже фреши сделать, соки, коктейли. Тоже это возможно. Правая сторона вообще вся. Он сдан, бар плюс кафе. Друзья, прикиньте. Сейчас готовы сдавать в аренду. Здесь остатки росточки. Пирожок 70. Сосиска за 50. За 100 рублей. Лаваш. Как он правильно называется. С зеленью. Можно попробовать. Здесь мы такую зону организовали. Благодаря тому, что отрыли дюны. Отрыли корли растения. Будет печально, если они засохнут. Так, настил мне обещали. В течение двух дней здесь постелят. Но что-то так и не постелили. А жаль. В общем, пока настила на гостевом проезде нет. Опаздывает благоустройство. Его по полной программе пока. Здесь у нас администрация проката квадроциклов. По нашему любимому дюймину. Организовала. Видите, они вот ездят. Не дай бог, кто-то из детей будет играться. Песочки закопаются. И будет беда. Пляжная территория уже по уста. В Лиалео. Допустим, это Соловей возле отдыха. Стоит территория. Батуты есть на пляже. Там что-то типа бассейна. Туалет. 30 рублей есть. Спрашивают постоянно. Вы, кстати, молодцы. В этом году сместили. Немножко проверили. И сделали по-другому формату, чем он был ранее. Это очень хорошо. Ну и селфи. Что, как говорится, нам еще надо. Массажные кабинеты. Интересно, конечно, почему сейчас лежачки спросим. А, там уже написано. Здесь кукуруза. Мороженое продается. Бар есть на пляже. Стоимость шезлонга 300 рублей. Мусорки имеются. Туда продаются всякие вкусняшки еще подальше. В этом году классно, кстати, сделали. Что с залежеками настилы для того, чтобы пройтись можно было влево-вправо. Смотрите, ребята, у меня сегодня прям вот такой прикол хочу пойти купаться в водоросли. Они здесь есть. Можно посмотреть. С утра уже сжарятся наши любимые отдыхающие на пляжах. И посмотрим, как там будет выглядеть все с водорослями. То есть мы подходим и здесь в пляжике, на самом деле, ну, прям грустинка, да? То есть мы упираемся в водоросли. И что делать? Что делать? Что делать? Я просто вот всегда, когда слышал, вот вариант с тем, что о, зелененький, это прям все, конец жизни. Вода, кстати, прохладная с утра. Будем надеяться прогреется. Сегодня последний день севера, и дальше будет хорошо. Вот мы проходим дальше, вода чище, а туда дальше еще больше. По-моему, даже больше проблем, что вода очень прохладная, прям очень прохладная. Все, то есть чем дальше, тем чище, чище становится. Сегодня, ну, точнее, завтрашнего дня, ветер разворачивается, уже будет все по-другому. Вот так вот выглядит гостевой проезд на Джимоте. Люди, видите, наверное, будут переживать, что у нас тучки висят, но дождей на сегодня вроде бы в прогнозах нету. С той стороны вообще небо голубое, и выглядит классно. Давайте замерим пока температуру воды. И смотрите, что делает Азаровский. Скотина просто опять находит чистый заход в море. Мы здесь все пойдем, замерим еще температуру водички. Ну, вот я их подвину. И все, ребят. Купайтесь. Сейчас встретил подписчиков, они говорят, что ждут дельфинчиков. И я думаю, что дождутся. Прямо верим, этого им желаем. Ну что, красота? Меня еще больше всего радует, когда из других городов приезжают специально в Анапу, чтобы хайпануть на водорослях. То есть это прям в голове не укрывает. Вот это наша жизнь. То есть и зеленые водоросли, это нормально. Мы, конечно, хотели, чтобы их выбирали. Наша администрация постоянно отмазывается, что способов нет. Вот в телеграм-канале Мориус мы опубликовали видео о том, как вообще можно убирать водоросли. И у тех, кто хочет это делать, все великолепно получается. Так что администрация города берите на заметку. Ну, а сейчас давайте полетаем, что ли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, температура водички 20,7. Это утром. К обеду будет больше. Это из-за того, что всю ночь продувал северный ветер. Теплые свои воды у него стоят на глубину. Замен у него пришли прохладные. Буквально 3 часа сегодня солнце светит ярко. И водичка будет гораздо теплее. Этим и по кайфу у нас на пляже. Потому что вы получаете теплую воду постоянно, независимо практически ни от чего. Иногда бывает, что в течение дня меняются свои воды. Приходит вода из глубины. Но это тоже больше плюс, потому что вода приходит чисто и классно. То есть она тоже прогревается день-два. И потом дальше купание продолжается. Для тех, кто водичку любит погорячее, то надо чуть-чуть подождать. Покупаться можно где-нибудь в осенне. Это особенность всего моря. То есть не только у нас она остыла из-за севера, а по всему Черноморскому побережью. Только у нас она прогреется гораздо быстрее. И другой вариант еще хотелось бы озвучить, что если вы купаетесь, то посмотрите вот в ту сторону. Это все кварцевый песочек, друзья мои. На него побежали после моря, закопались. Он уже в этом году доходил почти 50 градусов температуры. И получаете процедуру закаливания при помощи кварцевого песка. Это пипец как полезно. От души советую. Избавляю детей от любых насморков, заболеваний и всего остального. Чтобы все было хорошо у вас. В общем, с вами был Юрий Азаровский. Всем до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok